всем привет мы продолжаем серию сравнительных видеороликов вспоминая легендарные советские легковые и грузовые автомобили также рассматриваем масштабные копии разных эпох которые копируют один и тот же прототип герой сегодняшнего видеоролика представительский лимузин zil 41047 на мой взгляд очень красивая машина которая выглядит современно и по сегодняшний день и я большой поклонник не только правительственной техники но и различных лимузинов собираю импортные машины и обзоры на многие модели вы можете найти на моем канале и мы рассмотрим сегодня новодельную российскую масштабную копию которая берет истоки еще с советского времени первые zil 41047 на тамтале появились в 85 году машина носила индекс а42 и интересно почему эти масштабные модели именовались zil 115 а не zil 41047 на первой партии были установлены антеннки на крышу два варианта более ранние модели были с фиксированными антеннами а более поздние пошли со складной антеннкой потому что у многих моделей этот элемент ломался при транспортировке и уже в новое время с 2004 года стали появляться улучшенные доработанные заводом модели на которые установили флаги также синие маячки на передний бампер улучшили светотехнику и раскрасили молдинги на боковинах и подобную модель в свое время я не приобрел в коллекцию о чем жалею но эти машины стоили в то время порядка 2000 рублей довольно крупная сумма и конечно за старую архаичную модель не каждый отважился бы выкладывать такие деньги и сравним мы эту модель с новодельным китайским изделием из серии автолегенды ссср от издальского дома д'ягостини машина вышла 12 октября 2010 года и в то время в киосках этот выпуск номер 44 продавали за 320 рублей хотя его рекомендованная розничная стоимость была 250 и я жалею что взял эту модель в свою коллекцию хотя очень хотелось нормальный лимузин помимо агатовского изделия и уже впоследствии я приобрел вариант от deep models который сделан из полимера но он лучше повторяет очертания настоящего прототипа и это тот случай когда вместо журнальной модели в коллекцию лучше приобрести старую советскую масштабную копию несмотря на то что она сделана намного грубее она имеет открывающиеся элементы и лучше повторяет образ настоящего прототипа и чтобы вспомнить как выглядел этот лимузин я приготовил журнал мы быстро его пролистаем давайте уберем сами масштабные копии чтобы они нам не мешали и посмотрим на фотографии настоящего автомобиля на лицевой стороне журнала есть фото машины на фоне кремля и уже неоднократно говорил на мой взгляд это самый красивый отечественный лимузин и машина смотрится очень симпатично даже по нынешним меркам и эти машины двигаются по территории российской федерации правда большая часть в частном владении можно почитать историю создания этой машины предыдущая модификация зил 41045 события которые происходили в тот период в стране кадры из кинофильма дальние родственники роллс-ройс сильверс пур также кадиллак фритвуд и у меня лимузинный кадиллак есть в коллекции от производителя glm также есть несколько моделей ручной работы если у вас будет интерес я тоже покажу эти автомобили в отдельном ролике плакат который при желании можно повесить на стену другие ракурсы детали очень крупные металлические и можно сказать монументальные и кстати интересно если присмотреться то многие узлы вы можете встретить на легковых автомобилях москвич вас волга и так далее шины и на бронированных версиях если мне не изменяет память были покрышки гранит тоже из особого состава и сейчас такие покрышки найти я думаю практически невозможно вообще интересно у тех людей которые имеют во владении настоящий автомобиль есть ли какие-то трудности с поиском запчастей ведь несмотря на то что у машины некоторые детали взаимозаменяемые с другим советским автопромом большая часть по кузову сделана вручную техническая информация схематический чертеж другие модификации автомобиль сопровождения zil41072 и такая модель в моей коллекции есть от dip models также парадный кабриолет медицинская модификация такую модель изготавливал ssm она конечно похуже чем у dipa у dipa была модификация тоже медицинская правда более раннего автомобиля и еще один короткобазный zil41041 и кстати мне всегда интересовало почему не на тантале не в рамках журнальной серии ни даже dip не выпустил вот такую машину она тоже очень симпатичная я в коллекцию хотел бы такой экземпляр и подобную модель делала мастерская в очень ограниченном количестве масштабная копия была изготовлена на формах танталовского изделия и она мне попадалась пару раз на глаза еще 15 лет назад но как-то не удалось приобрести ее в свою коллекцию о чем жалею и сейчас ищу этот лимузин но в продаже ни разу его не встречал если вам попадалась на глаза подобная масштабная копия тоже можете написать в комментариях и анонс на следующий выпуск это инвалидка smz подобная модель тоже есть мои коллекции и давайте вернемся к масштабным копиям начнем с обзора новодельной российской модели и также есть штампик с датой изготовления июнь 2012 года коробочка оформлена уже в новом стиле серебристого цвета написано holding incotex на задней стороне упаковки есть список тех моделей которые выпускались на тантале впоследствии на агате и у меня также есть репринт старой советской коробки я его приобрел в коллекцию не так давно просто как частичку истории потому что у меня от старой модели которая есть в моей коллекции не сохранилась коробочки и тоже интересно раньше упаковки не придавали значения попросту ее выбрасывали а сейчас за большие деньги покупаем вот эти картонные коробки и обратно упаковываем в них модель есть рисунок лимузина написано сделано в ссср и вот так выглядит коробочка задней стороны я ее еще пока не собрал ну и давайте посмотрим на лимузин поближе модель довольно тяжелая потому что у нее не только металлический корпус но и металлическое днище открываются дверки вполне хорошо детализирован салон правда он полностью черного цвета а на ранних зилах по моему салон был белый есть прозрачная перегородка между водительским отсеком и отсеком для пассажира также у модели открывается крышка багажника спрятана запаска очень симпатично выглядят задние фонари они из прозрачного пластика качество хрома у этой модели уже хуже чем у советских экземпляров и на ранних моделях хром был золотистый здесь он уже под серебро можно открыть капот посмотреть на двигатель маскот у этого автомобильчика пластиковый тоже хромирован и у меня на многих зилах эта деталь потерялась потому что эти модели собирали без клея и все просто вставляется в пазы хорошо выглядит светотехника спереди поворотники из оранжевого пластика и у моего варианта не очень ровный передний бампер хорошие колесные диски покрышки вот так выглядит нижняя часть указан прототип зил 115 но еще раз повторюсь эта модификация 41047 написана модель изготовлена в ссср но еще раз повторюсь это уже российское новодельное изделие и кстати на новодельных моделях появились отверстия для закрепления модели на подставке на советских масштабных копиях этих отверстий не было и давайте посмотрим на китайское изделие из серии автолегенды ссср и даже невооруженным взглядом видно что машина не совсем похожа на настоящий прототип очень большой передний свес который портит восприятие автомобиля также занижена оконная линия не очень хорошо сделана решетка радиатора также довольно примитивная светотехника и в этом плане на старой модели оперение смотрится значительно лучше как раз вы можете посмотреть на передние части автомобилей также у китайского изделия слишком широкая колея и на этой масштабной копии я поставил уже другие колесики взятые от zil юность изначально у этой модели были огромные колесные диски в хроме как на гангста мобилях и у меня этих колесиков не сохранилось но могу вам показать колесо от zil 114 которое тоже больше по диаметру чем должно быть на настоящем автомобиле и как раз вы невооруженным взглядом видите что это колесико намного крупнее и опять же чтобы более менее улучшить вид модели вам нужно покупать отдельно различные дополнения или покупать модель которая более удачная в рамках этого проекта салон тоже из черного пластика есть шильдик zil на задней стойке фонари здесь в хроме просто лаком обозначили стоп-сигналы поворотники вот так выглядит нижняя часть написано сделано в китае указан прототип тоже есть крепежные отверстия которые портят вид и днище здесь из пластика и могу вам показать как модели смотрятся с разных ракурсов на мой взгляд старый советский zil намного симпатичнее это уже новодельная российская модель но я думаю не суть если попытаться доработать масштабную копию от tantal то в итоге мы получим более копийное изделие уже давно не отслеживал сколько сейчас могут стоить эти модели если говорить о советских хороших масштабных копиях в оригинальной упаковке то цена может достигать 5-6 тысяч рублей конечно новоделы не представляют большого интереса особенно для тех людей которые не застали эти масштабные копии в советское время пишите ваши комментарии что вы думаете об этих автомобилях как вам новодельное китайское изделие которое на мой взгляд совершенно не похоже на настоящий прототип какие модели есть у вас возможно у вас тоже сохранилась старая советская номерная машина возможно у вас есть вариант из серии автолегенды ссср а может быть вы купили более крупную модель в 24 масштабе которая тоже выходила в рамках российской журнальной серии если вам понравился данный видеоролик не забывайте поддержать его лайком если вы не подписались на мой канал то самое время нажать на кнопку также проверить нажат ли у вас колокольчик можете заглянуть на мой второй канал там тоже выкладываются видеоролики на масштабные копии из моей коллекции и также можете посетить мои группы вконтакте и фейсбуке там участники моего сообщества выкладывают фото своих миниатюрных автомобилей на сегодня это все увидимся в новых видео до новых встреч пока